Здравствуйте, с вами Олег Богданов. Подводим итоги недели. Традиционно с нами Даниил Заталогин, консультант финансового платформы Битбанкер. Даниил, доброе утро, добрый день. И мы пойдем в нашем формате, который уже отработан. Сначала я в общих чертах нарисую главные, так сказать, рэперные точки классического рынка, потом перейдем, я думаю, уже к классическому рынку биткоина, потому что все внимание именно на этот рынок сейчас, и вот не зря мы тоже уделяем этому большое внимание. Начнем с России. У нас основное событие, это заявление президента о том, что капитализация рынка удовольствуется к 30-му году, особое внимание на рынок IPO, но это все не может не радовать, потому что это развитие внутреннего фондового рынка, он этого требует. Спрос достаточно большой на различные инструменты, их не хватает. Все IPO, которые проходили, там Diasoft последний, спрос гигантский, мало кому-то что достается, то есть спрос со стороны и институциональных инвесторов и физических лиц достаточно большой. Нужно больше IPO, нужно больше качественных компаний на рынке, и тогда мы удвоимся. Но я, кстати, посчитал, что удвоиться к 30-му году, это не так сложно на самом деле, по 15% в год прибавлять, но каждый год, и тогда мы достигнем вот этой цели. С учетом того, что капитализация наших крупнейших компаний, она очень низкая глобально, то есть мы берем энергетические компании, стоят дешево, то вот вопрос, конечно, достаточно интересный, и задача поставлена интересная для инвесторов, для тех, кто инвестирует. Но с другой стороны здесь президент не уточнил, в каких цифрах мы будем, так сказать, удваиваться, или это будет в рублях, или это будет в долларах, то есть разница есть тоже существенная. Если рубль будет стабильным, мы удвоимся и по РТС, и по Мосбирже, тогда это будет, наверное, радостная история для всех инвесторов. Хотя при ставке и доходности, ну, доходности чуть пониже, там 13-е, 12-е по ОФЗ, если, так сказать, просто там пересиживать, то можно тоже удвоиться. В общем, вопросов много, но задача неправильная, и рынок отреагировал хорошо, а наш рынок на этой неделе рос, но во всяком случае на данный момент мы по индексу Мосбиржи в плюсе. Глобальная тема, я очень коротко, здесь все ждали инфляцию, ну, я про геополитические риски и все, что с этим связано, говорить не буду, а вот инфляционная статистика американская, она, конечно, представляла интерес, но вот здесь никаких сюрпризов не произошло, все в рамках прогноза, вот КорпиСи, по расходам и доходам, за которым следит внимательно американский Центробанк вышел ровно точно, как его и ждали, практически по всем компонентам, 2,8 процента, рынок вяло отреагировал, чуть-чуть подрос фондовый рынок, но активно стал расти, не только биткоин растет, но и золото стало демонстрировать признаки жизни, ушли к уровню 2,050, и там завязалась борьба, перспективы, новое максимальное значение. Здесь есть причины, я уже, так сказать, у себя на канале на эту тему рассуждал о том, что Федрезерв постепенно начинает сокращать вот эти операции, по сокращению, извините за тавтологию, баланса ипотечных облигаций, они уменьшают вот эту долю, то есть практически скоро перестанут сокращать баланс в МВС, она в феврале 7 миллиардов всего попала при плане 35, но это замечают игроки, я думаю, что неизбежно им придется американскому Центробанку как-то вмешиваться в ситуацию и с казначейскими облигациями, с ипотечными, естественно, облигациями различного типа. Эта проблема у них такая нарастающая, я бы так сказал. Ну и теперь биткоин. Даниил, что это было вообще на этой неделе? На прошлой неделе мы говорили о том, что, ну, может быть, будет коррекция, да, но вы сказали, что если мы там проходим этот уровень, то впереди звезды и новый максимум. Но вот 20%, что это было и с чем это связано? Ну, прежде всего, это связано то, что наш такой маленький ламповый мир криптовалютный, он сильно повзрослел за эту неделю и по большому счету мы стали свидетелями достаточно эпохального события, которое называется изменение парадигмы. То есть изначально мы всегда жили в режиме, вот у нас предхалвинговый там пару месяцев, что-то мы там покопаемся, потом у нас взлет, потом халвинг, потом коррекция и так далее. То, о чем мы постоянно говорили. Вот, но тут просто прошел BlackRock и занес несколько миллиардов за пару торговых сессий и все поменялось, потому что сегодня биткоин по факту превратился, это такая, знаете, как бы вот мы когда жили до ETF, это был такой вот свой маленький мир, да, а вот сейчас это по сути как биткоин сделал IPO, вот, и по сути он стал институционализирован, институционалы имеют прямой доступ в него, поэтому там ликвидности там считаются триллионами, да, в этом институциональном мире. Основная причина такого взрывного роста, которого в принципе особо никто не ожидал, состояла в том, что, во-первых, у нас было скопление большое открыто-коротких позиций, то есть большое количество ритейл-участников, преимущественно на азиатских сессиях, они расставляли короткие позиции, ставили на коррекцию, да, потому что, опять же, очень много участников живут в старой парадигме, которая была, вот, а никто не ожидал такого притока со стороны BlackRock. Ну, потом просто пришел BlackRock и все выкупило, и заставил их шарты по растущему рынку закрывать. То есть это, ну, такая, большой проток ликвидности. Там объем, я, насколько я видел, просто по экспоненте рост был, 3 миллиарда долларов, потом 7 с лишним, да, вот я не знаю, сколько было за последний суток, ну, конец недели, может быть, будет не, а, хотя неделя-то он, биткоина, воскресенье заканчивается, я так понимаю. В Binance вот этот, все отметили, что вот этот всплеск, это типа разворот, но потом сказали, что это технические некие проблемы, когда 65 на 60 слетели в моменте очень быстро, но все вспомнили старые добрые времена, когда биткоин так летал, и, в общем-то, это такой некий сигнал был к тому, что, медвежий сигнал к тому, что скоро все развернется, и мы пойдем на коррекцию, кто-то там и 42 называл, и 45, но потом оказалось, что техническая некая штука. Что там случилось, если, так сказать, вы можете сказать на эту тему? Я скажу, но очень важный момент, на который стоит обратить внимание, ну, поскольку я сказал, что меняется парадигма, это тот класс участников, который заходит, то есть, к примеру, на рынке криптовалют достаточно слабо развиты были опционы, ну, до поры до времени, да, то есть основная масса на крипте – это был ритейл, который торговал там сотым плечом через фьючерсы на Binance, вот, и это была основная бизнес-модель, там, да, Binance печатал деньги, сам гнал, куда нужно, ну, то есть мы жили в некой такой парадигме, эпизодически присоединялись американцы. Сейчас через ETF заходят не только ритейл ведь, но через ETF заходят хедж-фонды и управляющие компании, а это другая логика поведения, кардинально. Поэтому касательно коррекции, ну, я не думаю, что хедж-фонды не хеджируются, ну, то есть, конечно, они зачастую занимают направленные стратегии, но, как правило, они стараются занимать риск-нейтральные стратегии, поэтому очень внимательно можно следить, я думаю, с тем объемом опционов путов, которые начинают открываться, ну, куда мы упадем, ну, то есть там, если они все забетонируют путами, ну, то есть, очень важно начинать анализировать биткоин не как биткоин, а вот давайте его анализировать, как акцию второго эшелона американского хай-тек сектора. То есть, это такой биткоин за эту неделю, он превратился из биткоина, в котором мы жили, вот, знаете, вот в таком мире, там, с байненсом, опять же, да, там, печатанием денег, он превратился, ну, там, Nvidia 15 лет назад, там, или 10 лет назад, потому что в него вошла ликвидность, которую управляют люди с другим образом мышления. Вот, а то, что случилось, да, это, это не только байненс, это, я так понял, ну, мы просто следим, в основном, на американской сессии за американцами, да, то есть, там, как только американцы открывают, байненс можно не смотреть, то есть, все идут смотреть, что вытворяет коинбейс, вот, но коинбейс также слетел, то есть, коинбейс слетел, байненс слетел, там, кто еще был, битфайнингс, битфайнингс слетел, Единственное, кто выставил, это, кажется, Кральков, кто вообще работал как часы. Но там есть все, начиная от того, что у кого-то что-то сломалось, как в анекдоте, пульт валенок бросили на пульт, до заканчивая теорией заговоров, потому что в этот момент вдруг неожиданно правительство США стало двигать свои битки, все это вместе. Ну да, какая-то странная фигня, но сейчас он болтается. Да, 61,700. Но второй эшелон с капитализацией триллион двести тысяч, да, по-моему, это, так сказать, хорошо. Очень важный момент относительно, да, второй эшелон, а у нас же еще в крипте есть тоже свой второй эшелон. То есть, во-первых, если биткоин будет стоять, ну то есть, вот он заехал, во-первых, у него еще маячит, ну как бы глобальный максимум на американском рынке, потому что на каких-то рынках в силу девальвации валют биткоин уже прошел, да, хаи. А, допустим, на американском так еще хаи не прошел. Вот, это первый момент, да, такая свеча, куда могут там всех свозить и закошмарить. Это 69 тысяч обозначено для нас. Да, да. 59 тысяч. Да, вот, второй момент, это так называемый крепкий второй эшелон, то есть, типа эфира там или полукрепкий второй эшелон, типа салан. Потому что если биткоин будет стоять, а если он простоит одну-две недели, ну дай бог, да, там без своих вот этих вот диких маневров, вот, то, ну, куда эфир? Эфир там 4-5, салана там 250, ну то есть они пойдут перерисовывать свои хаи. Вот, и более того, с учетом притока такой ликвидности, да, потому что у нас же идет ликвидность в, в чем прикол? В том, что у нас идет ликвидность в биткоин, торгующийся на американском рынке через ETF, но вот наш биткоин, в котором мы живем, да, через хэши, там, кошельки и так далее, он тоже подтягивается, да, то есть он не может находиться в разных, как бы, это достаточно интересно, да, то есть у нас два контура появилось одновременно, которые по факту не взаимодействуют друг с другом, ну, в прямом смысле, то есть нельзя из ETF напрямую перейти в классический биток, так же, как из классического битока нельзя, биткоин нельзя перейти в ETF, но их цены уравновешены. Вот, то есть мы, по сути, там, любой, не знаю, там, гражданин России без KYC и AML, что называется, по сути, участвует там, в том числе, там, движение, там, американской экономики или вообще глобальной экономики, вот, и таким образом подтянут и второй эшелон, я имею в виду эфир, Солана, но очень сильно перерисуют топ-20 монет, которые существуют на сегодня, то есть то, что мы видим сейчас, да, там, топ-20 всякие, там, карданы, там, и то, что мы увидим, видимо, через полтора года, это будет кардинально другая картина, но биток, эфир, Солана, вот, это такие, то, что... Основные точки. Вот, а я помню, когда, вот, если, вот, в портфеле основная валюта, допустим, биткоин основной, да, ты зарабатываешь какую-то сумму, да, определенно, а потом начинаешь, ну, от прибыли отщипывая, там, 10-15%, ну, куплю еще какого-нибудь дерьма, как я для себя всегда решал, ну, или каких-то валют в третьем или четвертом эшелоне, а вдруг выстрелит, потому что, ну, тогда, когда этим активно занимался, 11-15-й год, там этого мусора было очень много различного, но периодически выстреливало и в 5, и в 10, и в 20 раз что-то, да, то есть вот такое позиционирование, оно, наверное, свойственно и психологически для многих инвесторов, потому что там 10% от прибыли на все остальное, которое может дать очень хороший результат, по-моему, в акции биотехнологических компаний по такому принципу инвестировали, потому что очень сложно понять, чем они там занимаются, но лучше купить все шлейфом, потом что-то выстрелит, и в итоге получается хорошая прибыль. Даниил, давайте на следующую неделю, вот у нас сейчас барьер, понятно, 69, это большой такой уровень сопротивления, то есть сейчас уже, вот, пока мы говорили, к 62-му подходит, 65, получается, пока психологически такой вот краткосрочный уровень сопротивления, что можно нарисовать на следующую неделю с учетом всех ошибок или опыта этой недели, прошедшей? Ну, потенциально, конечно, участников все хотят, вот, как бы внутренне все хотят закрыть вот этот вот максимум, да, исторический, вот, с другой стороны, психологически, ну, февраль закончился, сегодня мы уже в марте, это была самая крутая месячная свечка, там, 20 тысяч, там, просто 20 тысяч долларов за всю историю наблюдений, вот, и, в принципе, марте всегда такой месяц, но не то, чтобы очень хороший, вот, поэтому, ну, он, как бы, он может пойти на ретест хайов отсюда, вот, он может собраться, сходить куда-то пониже, на мой взгляд, ну, что сейчас является определяющим фактором, это ликвидность, то есть, если у BlackRock продолжится ликвидность, приток ликвидности, если она сохранится, то есть, по факту, мы еще ни разу не видели оттока, то есть, ни разу, ну, там были какие-то дни с оттоками, но они такие, ну, что-то там смешное, но по факту все определяет ликвидность, соответственно, если объем ликвидности сохранится, если мы начнем рекорды бить, то мы поедем на хайи, если мы начнем, там, где-то здесь болтаться, то биткоин потихонечку может стагнировать вниз, и ликвидность перебудет перетекать в эфиры салана, то есть, у них там начнутся ретесты хайов, и у них там за пару недель они это спокойно сделают, вот, если у нас плывет какой-то, ну, там, черный полусерый лебедь, а это, скорее всего, все, что может быть связано вокруг тезера, да, потому что важно понимать то, что если биткоин фактически легализован через американский доллар, то зачем нужен тезер? Ну, с точки зрения американской экономики он не нужен, да, потому что он нарушает монополию на синий раш, поэтому его можно, но, с другой стороны, всему остальному миру, конечно, тезер, ну, как бы, необходим, но американцы могут его просто убрать со своего рынка каким-то образом, и все, вот, поэтому, ну, сейчас очень трудно сказать, то есть, там сейчас обозначен рейндж по ликвидности, да, как раз вот этой свечой, они обозначили рейндж, где находится ликвидность, там 65, 64, 65 на 58, 59, он может спокойно в этом диапазоне ходить там две недели, абсолютно, то есть, с утра ликвидность наверху, ее вынесли свечой, а через день ликвидность внизу, ее продолбили, и вот так вот вводят, поэтому, как бы, не знаю, сейчас трудно говорить, потому что мы находимся в новой парадигме. Да, и я вот рассуждаю с точки зрения классических финансов, инвесторы, которые, ну, крупные инвесторы, которые зависят от, там, движения ПРС, от движения доходности государственных облигаций и так далее, они все равно заходили, допустим, в биткоин, когда перед ожиданием данных по инфляции ждали более высокие цифры, доходности были выше 4.30 по десятилетним, там, доллар демонстрировал некоторое укрепление, все равно шлем биткоина, то есть, классические вот эти вещи, которые негативно влияли всегда на биткоин, они не работали, причем и рынок там снижался в определенные дни, я им говорю, фондовый рынок акций в США, это не влияло сильно на внутреннюю, так сказать, философию торговли биткоина, это очень важный момент, мы, по-моему, рассуждали, да, о том, будет ли это с Хевеном или не будет, я думаю, что еще поговорим на эту тему. Один важный момент, который я бы хотел добавить, вот как раз, когда происходит, такие события, да, в макроэкономике, чем уникален биткоин, да, то он уникален тем в данной конструкции, что, по сути, любой человек на земле, да, владеет долей напрямую, в печатном, именно не то, что в самой системе ФРС, да, допустим, ну, я утрирую, да, или, ну, как бы, если брать на российский формат, то представьте себе, что, когда вы покупаете биткоин, вы владеете, вот, там, не знаю, у нас есть центральный банк, там, наверное, госзнак, где вот деньги печатаются, и вот вы владеете именно вот этим печатным станком, долей в этом печатном станке, который печатает деньги, и у вас нету никаких затрат, связанных с содержанием, там, топ-менеджмента центробанка или здания этого центробанка, вы просто, вот есть станок, он стоит, и он печатает, и вам принадлежит доля этого станка. Все, вот этот, такой вот, как бы, банк, новый тип необанка, вот они, вот они, собственно, и владеют. Поэтому, когда происходит все, что, там, странные данные с перерисовкой потом, да, допустим, по CPI или что-то еще, ну, они, конечно, это покупают, потому что, ну, там, для разного типа инвесторов по возрасту, они по-разному вкладывают свою философию, да, вот эти говорят, ну, это как, там, типа, хедж плюс спекулятивный актив. Вот, ну, как-то так, что я хотел добавить. Спасибо, Олег. Спасибо большое, Даниил. Я напомню зрителям, что вся торговля фиатными, криптовалютами, вы это все можете сделать на платформе Bitbanker, заходите по ссылке, она вот в реферальной ссылке, она под этим видео, мои телеграм-каналы, ссылки на них тоже под этим видео. Спасибо, Даниилу, финансовому консультанту Bitbanker. Да, мы подводили итоги недели. Всем удачи и всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok